Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуй, Андрюша! Здравствуй, Гриша! Привет всем! Привет, Дядя Денис! Рассказывайте, Гриша и Андрюша, чем вы занимались целую неделю, пока мы не виделись? Ну, как всегда, работали! Вешали лапшу на уши! Отливали помоями! Вызывали у зрителя рвотный риф. Заставляли мир жалеть о том, что мы существуем! Ну, понимаю, да, такая работа требует полного погружения по самое горло. От вас, кстати, до сих пор рабочим допингом пахнет. Дядя Денис, поэтому давай сегодня просто отдохнем и, ну, поиграем во что-нибудь. Да, да, да! Дядя Денис, давай поиграем во что-нибудь! Ну, елки-палки! Давайте, друзья мои, поиграем! Прекрасная идея! Дядя Денис, а во что будем играть? Какая тебе игра нравится? Только какая давай не взмогарскую, а в нормальную! Ну, нормальная игра мне нравится играть в компьютерные игры, ну, например, в Майнкрафт. Ты что, дядя Денис? Нельзя! Это же запрещено! Почему? Ну, потому что Майнкрафт придумал Гитлер! Браво, тварь, фашист! Друзья мои, вы кое-что перепутали. Гитлер придумал Майнкамф, а Майнкрафт это просто такая компьютерная игра. Запретить! Все равно запретить, твари-мрази! В эти компьютеры, интернеты лучше не соваться! Вот мы с Андрюшей никогда, никогда в этот ваш интернет не ходим! Ой, ну здесь ты, Гриша, слукавил. Не ходят они в интернет. Ходите? Еще как ходите! Правда, в основном по-большому, да? Ну... А вообще в этом твоем интернете живет искусственный интеллект. А ну-ка, ну-ка! А он наш враг, такой же, как и вы, БЧБшники. Мрази, твари, ненавижу! Да-да-да-да! Блевота человечества! Говорят, этот искусственный интеллект нас скоро всех заменит. Да! Андрюша, вам с Гришей как раз-таки об этом волноваться и не стоит. Да? А искусственный интеллект, он очень-очень умный. И деградировать не умеет, поэтому вас уж он точно не заменит. Да, в конце концов, даже Тетрис умнее вас. Дядь Денис, а правда, что вот говорят, в интернете можно, ну, бабки зарабатывать? Ну, это правда? Да, полнейшая правда, в интернете действительно можно зарабатывать. Ого! И мы с Гришей тоже можем зарабатывать. Ну, что значит можете? Вы уже зарабатываете в интернете. О, класс! Куплю себе пивка! А что мы там заработали? Вы уже себе в интернете заработали репутацию, репутацию идиотов. Э-э-э, ты чего это, тенис? Это ты что-то такое несешь? Да я тебя! И ты получишь это! Ну, что ж, друзья мои, раз вас интернет так пугает, то предлагаю, давайте-ка порешаем какие-нибудь задачки и репусы из книжек. О, это хороший вид. Да. Да. То, подожди, то есть их можно не только под что-то, что шатается, подкладывать? Представь себе, Гриша, представь себе. О, давай! Итак, первая загадка вам. Смотрите, ребята, внимательно и отвечайте в комментариях. Вот такой репус. Помогите девочке Маше найти выход из лабиринта и найти адвоката. Ого! Дядя Денис, эта задачка не имеет решения. Да. Тут невозможно найти адвоката. Да, нет. Совершенно правильно, Андрюша, совершенно правильно. Правильно, Гриша. Теперь вам будет следующий вопрос к этой загадке. Это будет домашнее задание. В какой стране живет Маша, которая никак не может найти адвоката? Подумайте дома и напишите в комментариях. Да, это какая-то загнивающая страна европейская, западная, там, где эти все черти, неонацисты, твари, мрази, ненавижу в нашей стране. Каждый уважающий себя человек, который любит, который преклоняется перед нашим президентом, флагом, гербом, балабой и другими руководителями, всегда, всегда получит себе адвоката. Вот так. А вот, друзья, вам следующий ребус. Посмотрите внимательно на эту картинку и скажите, что должен сделать дядя Саша, чтобы убедить народ, что он, этот самый народ, живет в стране хорошо. Итак, вот, выберите вариант ответов. Повысить зарплаты и пенсии. Вариант Б. Поднять экономику, чтобы всем жилось хорошо. Либо же, вариант В. Придумать какую-нибудь иную, более действенную мотивацию. Ну? Ну, так, давайте рассуждать логически. Первый вариант. Деньги не подойдет, так как деньги – это зло. Деньги портят человека. Людям деньги нельзя давать. То есть, зарплату и пенсии повышать не будем. Не отменяем. Хорошо. А второй вариант тоже мимо, так как наша экономика и так самая, прессамая лучшая в мире. Куда же я еще расти-то? Поэтому, Андрюша… Вычеркиваем, да, поэтому что? Какой вариант остается? Остается третий вариант, другая мотивация. Точно. Интересный подход у вас получается, друзья мои. Ну, как ты хотел, дядя Денис. Наш народец экономически неграмотный. Вот и приходится ему при помощи таких мотиваторов объяснять, что живет он хорошо и даже замечательно. Я скажу больше, с каждым днем все лучше и лучше. И вообще, наши люди самые счастливые в мире. А кто в этом будет сомневаться? Того дубинкой, померзкой, смагарской, предательской роже. Не лупить на тех пор, пока на колени тварь не станет, не приползет к нашей границе и не напишет… Давай дальше, дядя Денис. Давай. Ну, давайте вот совсем уже простые, совсем детские загадки. Давай. Давайте мы справимся. Отгадывайте. Давай. Что за фрукт поспел в садочке? Кость внутри, в веснушках щечки. Прилетел к нему рой ос. Грандосос, сладок, мягкий. Грандосос. Грандосос, сто процентов. Почему? Ну, потому что там, где гранд, там всегда рой бчбшных тварей из магарей. Абсолютно верно. Хорошо, еще одна загадка. Желтый цитрусовый плод в странах солнечных растет, но на вкус кислейший он, а зовут его… Антон. Матолька который. Точно. Он мерзкий, такая же кислятина, тварь. Легкодня не загадка. Так, сейчас подождите, еще посмотрю. Я весной построил дом. Прямо на черешне. Прилетят весной скворцы, зашумит бчбшник. Точно, они всегда шумные такие, когда к ним придешь. И они шумят, орут, ноют постоянно. Давай следующий, легко, давай сложнее. Летом мы с тобой на пляже у любимой речки ляжем. Нам подарит солнце жар, темный бронзовый… Змогар! Точно! Раз он темный, значит, змогар, все понятно. Вообще! У всех этих змогарей душонка черная, продажная! Прям гнилая душонка. Еще проще. В школе учились? Учились. Математику знаете? Легко. Знаете, да? А вот посмотрите, друзья мои, на эти примеры. И выберите из этих уравнений одно, единственное, правильное и верное. Ну-ка! Так, так, так. Ха! Легкотня! Ну, конечно, это же вариант В. 3% равняется 8-10%. Я так и знал. Ну как? Это же задачка имени Лидии Михайловны Ермошиной. Ей уже 30 лет. Да. У нас в стране все именно по этой формуле и считается. Ну, кроме зарплат, конечно, они в обратную сторону считаются. Ха-ха-ха! Дядь Денис, а есть какая-то более, ну, интересная, что ли, игра? Да, да, и более понятная, чтоб думать не надо было. Ну, думать не надо. Есть такая игра, она не то, что для вас, она даже про вас. О, класс! А что за она? И как в нее играть, дядь Денис? Да, что за игра? Игра называется «Игра в мудаков». О-о-о! И суть ее заключается в том, что я буду называть какой-нибудь факт из своей жизни. Возможно, это даже придуманный факт. Ну, а вы должны в свойственной вам манере все вот это, то, что я говорю, обоср... покритиковать, как вы умеете. Игре, мы будем чемпионами! Мы будем лучше! Давайте! Начинай, дядя Денис, давай! Итак, первый факт. Я никогда не уеду из Беларуси. Потому что ты больше нигде не нужен! Ни в одной стране мира! Ты бездарность! Во что бы ты превратился, предатель? Жалкий БЧБшник! Продолжаем. Я уехал из Беларуси. Правильно! Потому что здесь ты никому нахрен не нужен! И хорошо, что уехал без тебя лучше! Во что бы ты превратился, предатель? БЧБшник! В Европе меня пригласили работать на телевидении. Правильно! Европейская ТВ-помойка! Точно! Это единственное место, где теперь ты можешь найти себе работу! Бездарность несчастная! Отлично, отлично! Идем дальше! Мне платят миллион долларов в месяц! Вот мы узнали твою цену, за которую ты продался! И страну продал! Всего лишь один жалкий миллион нищеброд! И больше ты ничего не заслуживаешь! Тебя просто используют, а потом выбросят как тряпку! Усилим ситуацию! Я живу на Манхэттене в десятикомнатном пентхаусе с собственным бассейном. И у меня есть свой остров в Тихом океане. Правильно! Это тебя отселили повыше и подальше с глаз долой! Потому что предателей нигде не любят! Во что ты превратился, предатель? А был приличным человеком! Работал на БТ! Вел в славянский базар! Да! Но мои друзья Джонни Депп, Брэд Питт и Стивен Спилберс... Старые, никому не нужные, забытые всеми маразматики и наркоманы, вышедшие в тираж! Так тебе и надо, предатель! А приличные люди с тобой не общаются, мразь! Осенью с Илоном Маском мы будем запускать ракету на Марс! Так тебе и надо! Да, сядь в эту ракету и летай от нас подальше при даче! Во что ты превратился? Стал таким жалким и никому не нужным! Я стал президентом Республики Беларусь! О, Денис Игоревич! Ура! Вы такой классный, молодец! И вообще, мы вас всегда так любили, верили в вас! Ура! Президенту! Тихо, 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 тихо! Ура! Дудинскому! Прекратите! Ура! Дудинскому! А в конце нашей передачи, друзья мои, я хочу вам загадать еще одну очень простую математическую загадку! А у меня, у меня тоже есть загадка! Вот, смотрите, два года назад у Гриши в Телеграм-канале было 16 тысяч подписчиков! Да, да! А сейчас, спустя два года, у него всего лишь 8 тысяч подписчиков! Скажите, друзья мои, во сколько раз у Гриши за два года уменьшилось количество подписчиков, а? Это все ложь! Неправда! Это подделка соприкованная большая! Подождите, у меня тоже есть задачка! У меня такая, я придумал! Так вот, вы можете это число выразить с дробями, целым числом. В общем, опишите, и главное, ответьте на вопрос, а по какой причине вдруг у Гриши уменьшилось количество подписчиков, а? В два раза! Где мои подписчики? Я на них губов натравлю! Карпенков, работы! Они у меня все поцут, пойдут! Сволочи, мрази! Ненавижу! Ненавижу! Да почему? Почему меня никто не слушает? Почему на меня не обращают внимания? У меня тоже есть задачка! Почему меня не слушают? Почему, почему, Андрюша, а тебе давным-давно пора было привыкнуть, что тебя никто не слушает, никто внимания не обращает и никто не читает. Да как так? Всех обязать меня чизать! И меня там читали! Всех тюрьмут! Всех тюрьмут! Всех тюрьмут!